Все люди находятся на определенном этапе развития, все люди на Земле. И их этап развития — это не то, что плохо, не надо оценивать. Есть разные этапы развития. В целом, если говорить в отношении к удаче, то развитие, оно зависит... Удача означает приближение к свету. Вот, допустим, если взять лес, да, удачливо какое растение, которое получает больше солнечного света? А остальные все загибаются там как-то еле-еле. Понимаете, свет в сердце человека приходит благодаря контакту со святостью. Свет — святость. Святость означает близкий к Богу человек. Он светится счастьем, он более счастлив. То есть, чем ближе к Богу, чем ближе к самосовершенствованию человек, или к пониманию себя как частички Бога, как души, которая может контактировать с Богом, тем больше удачи и счастья в жизни человека. У него расширяются возможности горизонта. Сначала человек обычно углубляется вглубь. Вот, допустим, вы сейчас углубляетесь, у вас нет внешних каких-то перспектив в жизни, у вас внутренние горизонты возрастают. Но придет время, и качество перейдет в количество. То есть, ваша внутренняя сила, она поднимет вас на другой уровень жизни. Вам легче будет зарабатывать деньги, легче общаться с людьми, легче строить отношения, легче решать все вопросы. Потому что вы будете светлее, у вас будет больше сил, больше возможностей, больше знания, больше опыта. Понимаете? Ну да, я учусь очень усиленно, три года учусь. Ну, вот только что, что я в вакууме осталась. Все, мы с вами закончили. Спасибо. В вакууме вы остались, потому что они создают связи с другими людьми. Нужно строить отношения с теми, кто идет вашим путем. В этом ответ на вопрос. А не пытаться в старых людях, которые раньше были, пробудить то же самое, что у вас. Запомните, вокруг будет много родственников, друзей, которые будут от вас отставать. Заботьтесь о них. Но не думайте, что они вам восполнят вакуум. Вакуум будут восполнять новые люди, которые будут идти так же стремительно, как вы. Все остальные будут просто нуждаться в вашей заботе. Ищите среди тех, кто ходит на лекции друзей. В клуб благость ходите там и так далее. Там будет восполняться вакуум. Спасибо. Так, первая категория людей – это люди, которые имеют такое восприятие мира. Это значит, что мало солнца они получают. Солнце в скобках Бога, или света, или счастья. Можно по-разному говорить. Как выглядят эти люди? Для них мир создан из атомов, молекул и энергии. Он возник из большого взрыва. Для них здоровье – это здоровье химического вида. То есть это здоровье атомов, комбинаций вот здесь, чтобы все гормоны работали нормально, кровь была нормальная, чтобы все функционировало нормально. И они поэтому лечатся чем? Таблетками, которые все это нормально в норму приводят. То есть для них следующей жизни не существует. Они думают, это сказки. И они рассматривают процесс смерти как постепенное угасание деятельности мозга. Отсюда галлюцинации идут. Люди чувствуют, что они в какой-то туннель пошли. Это все угасает мозг просто. Когда он угаснет, все закончится. Они думают. Для них пища – это белки, жиры, углеводы, витамины. Они и поэтому с этой точки зрения рассматривают пищу. Все остальные точки зрения для них не существуют. Для них жизнь – это как бы живем один раз, поэтому нужно жить так, как тебе нравится. Потому что если ты живешь, как тебе не нравится, то ты же один раз живешь. Зачем ты теряешь время? Вот тебе нравится, допустим, еще с другой девушкой общаться. Ну и общайся. Все остальные, все эти басни, что как бы надо вас одной общаться, – это все для глупых людей. А я умный, я знаю, что мы живем один раз, поэтому нужно гулять спокойно. Все равно никто ничего не узнает. Живи как хочешь, наслаждайся жизнью. Живем один раз. Кушай белки, жиры, углеводы. Заботься о своем теле. Называется телесная концепция жизни. Человек чувствует себя телом. Забудьте о теле. В лучшем случае это зарядки там всякие и так далее. Забудьте о теле. Тело красивое, значит, все нормально. Близкий человек, жена – это тело. Поэтому любовь – это секс. Другой любви нет. Если секс плохой, нечего жить с человеком. Надо найти себе другого. Сексопатолог говорит, найдите себе другого. Партнера. Они даже не называют это близким человеком. Они говорят, партнера найдите. Партнер – это другое тело, с которым ты совершаешь любовь. Любовь означает секс. Совести в жизни нет у таких людей. Хотя они иногда говорят, когда боятся, что их кто-то бросит. Они говорят о совести, но у них у самих нет совести. Они не брезгуют ни мясом, ни спиртным, ничем, потому что как бы все, что помогает быть счастливым – хорошо, все, что не помогает – плохо. Если тебе хорошо, значит, ты правильно живешь, если неплохо – неправильно. Если тебе что-то нравится – это истина, а не нравится – ложь. Так мыслят эти люди. Теперь вы спросите, как бы, ну это плохие же люди. Нет, это не плохие люди. Просто они настолько развиты, насколько они мыслят. Они хорошие, все люди среди них есть, вообще очень хорошие. Но они вот так развиты. У них нет глубокого восприятия мира, к сожалению. Потому что они этим не занимались никогда в жизни. Они всю жизнь зарабатывали деньги. Всю жизнь пили на квартиру. То есть, почему так? Потому что это примитивное восприятие мира. Человек, что видит, то и делает. Ну то есть, вот он видит, что в этом мире надо дышать. Он дышит, надо есть, он кушает. Надо квартира, защита. Он получает защиту. То есть, он делает то, что ему прямо сейчас надо. Мотивация жизни – страх. То есть, если я этого не буду делать, то я буду пострадать, боиться. Поэтому он так живет. Есть что-то стабильное в этой жизни? Ничего стабильного нет. Потому что отношений нет глубоких с женой. Секс заканчивается. Привязанность, наслаждение сексом с любимым человеком заканчивается. Это все надоедает с каждым человеком. Устает человек от этих отношений. Потом новые надо. Стабильности нет. И так далее. Следующая платформа жизни. Человек начинает понимать, что есть что-то такое лучше, чем просто секс. Например, если у нас хорошее здоровье, если у нас много энергии, много сил, если у нас есть движение, допустим, спорт, сырая пища, которая дает энергию тоже. То есть человек переходит с телесной платформы постепенно на платформу энергии. Кстати, в лучшем случае он начинает питаться сырой пищей, которая дает много энергии. Он перестает есть пищу, которая дает мало энергии. То есть, допустим, вареная пища дает мало энергии, он ее не ест. Такой человек старается больше двигаться, потому что он знает, что движение – это жизнь. И это правда. Больше здоровья от такой жизни. То есть человек становится более удачливым, потому что у него легкость от такой легкой пищи, у него легкость тела, психики. Он живет активной жизнью. У него есть много движения, зарядки, спорт, режим дня. То есть он соблюдает правильный образ жизни. Для этого человека лечение – это факторы природы. Это солнце, воздух, вода. Уже не таблетки. В результате на этой пранической концепции жизни, интересный пранический человек, как минимум, получает хорошее настроение, он получает хорошее здоровье, жизнерадостность, успех, потому что у него больше сил, он может горы свернуть, у него появляется сила воли, решимость на этой стадии, возможность преодолевать трудности. Такой человек стремится быть сильным, властным и начинает понимать смысл в деньгах очень много. Он начинает пытаться их зарабатывать параллельно, тому, что он спортом занимается. Он хочет энергии, влияния. Так же он хочет власти, потому что больше влияния. Следующая концепция более высокая. Это концепция, в которой сознание переходит с энергии, просто с энергетических ресурсов переходит на ум. Ум – это такая структура, в которой мы живем. То есть это тонкое восприятие мира. То есть человек начинает испытывать счастье от глубоких отношений. В это время человек начинает изучать, что такое семейные отношения, кто такая женщина, кто такой мужчина, как устроен их характер. Он начинает характер пищи изучать, он начинает понимать, что фрукты дают энергию оптимизма. Овощи, наоборот, успокаивают, дают спокойствие, расслабление, которые растут на земле, корни дают человеку защитную энергию, дают способность справляться с инфекциями. Зерна дают способность думать, умственной деятельностью заниматься. Бобовые дают силу мышцам, дают крепость телу. Он начинает понимать, что ягоды дают способность в организме убирать токсины, улучшают обмен веществ. То есть он начинает пищу воспринимать с позиции настроения, характера. Он понимает, что мясо – это пища, которая дает депрессняк. Он поэтому ее есть не хочет, хоть там много витаминов, жиров, белков. Такой человек понимает, что яйца – это пища, оскверняющая сознание, потому что она идет из плаценты курицы, из нижних центров психических, которые оскверняют. Он хочет пищу, которая из высших центров идет кушать. Это молочная пища, она идет из сердца, из зоны сердца коровы. Как у женщины, из зоны сердца идет молоко, от сердца оно идет. Так и корова тоже от сердца молоко дает. Эта пища дает любовь, просветление, легкость сознания. Такой человек на платформе умственной концепции жизни, он начинает чувствовать очень глубокие отношения. Он начинает понимать, что такое нежность, красота, доброта, какие-то чувства глубокие. Он начинает понимать, что такое стихотворение Пушкина, допустим, «Нылая пара», «Амачей очарований». Или, допустим, еще какие-то стихотворения очень возвышенные, чистые. Он начинает все это чувствовать, видеть. У него появляется понимание, как устроена женщина. Он может с ней строить правильное отношение. Женщина понимает, как устроен мужчина. Может с ним правильное отношение строить. И вроде бы все классно. Когда человек доходит до этой концепции, и она входит в его сознание очень глубоко, то с этого момента человек не страдает личной жизнью, он не страдает со здоровьем, у него легкий радостный характер, он удачу получает в жизни. Он всем рад, ему всем нравится. Чувствует, что люди хорошие, сами по себе. Удача приходит в жизнь такого человека, потому что он видит глубже мир. Он уже не хочет идти в Эрмитаж, он идет в русский музей. Почему там? Потому что там глубина в картинах. Там не то, что одни портреты, там и сражения. Он видит природу, видит святые иконы, там и так далее. Он начинает глубже воспринимать мир. Не попсовое восприятие мира, а глубокое восприятие. Начинает Айвазовского смотреть, там Шишкина, там Репина, там и так далее. Картины, которые дают глубину. И так далее, понимаете? На этой концепции человек начинает понимать, что жизнь не заканчивается в этом теле. Он чувствует, что он вечный по природе. Что дальше опять он начинает чувствовать, что он жил раньше до этого. Он начинает понимать, что сны, когда он особенно, ему снится какие-то события в жизни. Обычно люди говорят, это наваждение было. Но человек на этой платформе уже знает, что это не наваждение. Эти сны, это его прошлые жизни. Вот все яркие сны, в которых мы видим события, это просто наши точно прошлые жизни. Это сто процентов. Просто часто человек не может понять, откуда этот сон взялся, с какой конкретно жизни. Но это все от нас. Просто память возбуждает то, что мы прожили во время сна. Это все реальные вещи. Это просто они часто перепутываются с этой жизнью, что-то соединяется. То есть нельзя точно понять, что там было. Потому что идет небольшая мешанина. Перепутывается с тем, что сейчас, с нашим опытом в этой жизни перепутается. Но человек, который понимает глубже свою природу, он начинает понимать, что он вечный. Он понимает, начинает ценность снов. Начинает понимать, как устроен этот мир. Но в этой концепции жизни есть одна проблема. На этой платформе жизни человек не может побеждать судьбу. Вот плохо стало жить, и он плачет, печалится. Он начинает другие стихи читать уже. Я вас любил. Любовь еще быть может. В душе моей гасло не совсем. Ну то есть, понимаете, он уже начинает печальную прозу читать, когда ему плохо, и радостную, когда ему хорошо. Но он не знает, что есть способ побеждать судьбу. Потому что это не та платформа. Следующая платформа развития сознания называется платформа разума. Потому что разум — это психическая структура, которая связывает человека с целью жизни, с Богом. Связывает его с энтузиазмом, с волевой силой, способностью побеждать судьбу. Откуда силой воли берется? Из разума. Что это такая за сила? Это сила, которая наполняет человека более чистой энергией, чем та, которая у него есть. Это сила, которая дает перспективу в жизни. Дает ощущение, что ты справишься, что ты победишь. Эта сила черпается из высших источников. Потому что победа всегда идет от Бога или от святых людей. Поэтому разум — это такая структура психическая, которая черпает силу от источника какого-то. И связь с этим источником называется вдохновение. Стремление к этому источнику, вера в человек. Стремление к человеку, к источнику называется верой. Вернее, опыт, что этот источник поможет, победит, называется верой. Стремление к этому источнику называется цель жизни человека, цельюстремленности. Когда человек сильно стремится к источнику своей веры, называется решимость. Когда человек с помощью этого источника энергии... Сегодня потрясающее количество цветов. Это невероятно просто. Все благодаря тому, что вы очень вдохновили, вдохновленные люди. То есть сегодня мы будем прямо всем раздавать. Раньше ломали хризантемы. Сегодня будем всем просто раздавать по цветочкам. Способность укращать себя, свои привычки, желания. Идет от другого вида счастья. Некоторые люди говорят, ну, надо просто заставить себя не есть мороженое. Но когда человек заставляет себя страдать, то надо понять, что если счастье лишается тела и психика, то она считает, лишается питания. Потому что счастье питает сердце, почки, психическую структуру нашу. Человеку нужно счастье просто для того, чтобы быть здоровым. Если он в себя просто чего-то лишил, не заменил себе, замену не дал на более высокую, то в результате он просто теряет здоровье и начинает понимать, что простой отказ от удовольствия не решает проблему. Нужно переводить удовольствие в более высокое русло. То есть нужно научиться получать такое счастье, которое выше обычного счастья, чувственных наслаждений. То есть в этом мире мы наслаждаем свои чувства тем, что нас окружает. Материи. Материи, соединенные с Духом. Но есть другой источник счастья, где нет материи. В святом человеке нет материи, там есть только Дух. И он дает очень качественную энергию счастья, которая действует по-другому в нашем сознании. Она способна укращать некачественные источники счастья. Допустим, у меня есть неправильное желание, я хочу чужую жену. Но если я направил свой взор на святого человека, то у меня гаснет, охлаждается к этому. То есть материальное желание, неправильное желание – это как жар. Они жарят в сердце. А правильные желания или возвышенные желания, они охлаждают этот жар. Это как сравнивается с дождем, который гасит пожар. Вот этот пожар заставляет меня уйти от жены. А я думаю о святом человеке, у меня успокаивается это желание. Оно становится не таким значимым, не таким горячим, таким важным для меня. Это называется самоконтроль. Самоконтроль – это не то, что я там такой дрова колю, как бы такой ноги сжал, контролирую себя, как показано в этом фильме, да, Челентано. На самом деле самоконтроль такой тоже есть, но он временный, он не дает хорошего результата. Хороший самоконтроль – это когда ты более чистый и светлый источник счастья заменяешь на грязный. Вот если ты сосредотачиваешься на святости, у тебя охлаждаются, ненужные желания отодвигаются, потому что они менее качественные, в них меньше энергии, меньше удачи. Удача означает чистая светлая энергия в жизни. Как будто человеку легче стало, его как расслабило, озарило, ему хорошо стало, удача пришла в жизнь, успех, по-другому сказать. Чем ближе к этой платформе разума, в конце платформы разума, что это за жизнь, как человек воспринимает мир. Да, на платформе пранического питания, мы сказали, люди едят то, что им дают силы. Не обязательно сырую пищу. Допустим, при пранической платформе человек просто хочет есть то, что даст им возможность много работать. На умственной платформе человек ест что? То, что имеет хороший характер. Он разбираться начинает, он начинает чувствовать, что яблоко дает оптимизм, груша улучшает концентрацию внимания, допустим, финики дают жизнерадостность, допустим, и так далее. Персики дают красоту, любовь, ну, каждая пища что-то свое дает. Понимаете? И человек наполняет свой характер пищей и такой радуется всем. Он также хочет отношения, радости строить с разными людьми. И вот на этой умственной платформе также люди объединяются. На телесной платформе это что за объединение людей? Это дискотека, это бар, это публичный дом. Ну, то есть люди объединяются на телесной платформе, и там такие же они знакомятся, строят отношения. Если ты, допустим, познакомился на дискотеке с человеком, так не жди от него беседы о Боге. Это телесная платформа, там люди знакомятся для того, чтобы заниматься сексом. И поэтому в фильмах показывают, что человек с дискотеки вышел, он там даже далеко как бы не идет, он за голос зашел, к стене там девушку прижал и все, и сексом занимается сразу, тут же. Далеко идти не надо, потому что что бежать, ты хочешь секса, ну, занимайся где хочешь. Проблем же нет больших. Все естественно, а что естественно, то не безобразно. Вот на этой телесной платформе жизни люди вообще раздеваются. Ну, дисты, то есть они там на пляжах раздеваются, ходят, показывают свою платформу, концепцию жизни. Вот я вот такой образованный человек. Вот. Так воспринимают они мир. Говорят, что стесняться, все же естественно. У животных же они не одеваются, животные, они же бегают, как бы трясут, вот, что есть. И все, как бы, что есть, тем и трясут. Вот. И как бы нормально, никто не обращает на это внимания. Что тут такого, ну, все нормально же. У животных. А люди почему-то решили одеваться. А с какой-то стати они решили одеваться. В чем причина, знаете? Они убирают свою привлеченность телом для того, чтобы идти вверх. Они хотят развить свое сознание, поэтому появилась одежда для того, чтобы отвлекаться от тех энергий, которые приземляют. Они поэтому одевают одежду, чтобы возвыситься. И одежды тоже бывают разные. Бывает деловая одежда. Сейчас деловой стиль одежды захватил сознание. Но бывают божественные одежды. Они другую природу имеют. Они более обтекаемые, эти одежды. Чистые, красивые тона такие. Люди стесняются из таких одеждах ходить. Религиозные одежды. Связаны с человеком с Богом эти одежды. Человек божественным становится, когда одеваются такие одежды. Красивым очень. Мы не одеваем, потому что у нас другой стиль. Мы подчеркиваем формы тела. Что типа мы как бы скрываем все, но намекаем. И не знаем, что когда человек не намекает даже, то это красивее смотрится. Божественно, красиво очень смотрится. Более высокий вид красоты. Итак, смотрите, то есть объединение на платформе «Телесный концепт» — это нудисты. Это люди, у которых нет удачи в жизни. Они потому, что у них нет любви. Мало энергии, понимаете? То есть просто секс, просто выпивка. Это все очень слабый способ быть счастливым. Очень низкопробный. Ну, секс — это пять минут всего в день. А дальше что будешь делать? Нет отношений. Понимаете? То есть нет отношений, нет глубины. Люди, у которых проническая концепция жизни, больше удачи, потому что они становятся сильнее, у них есть возможность достигать, у них больше возможностей, влияния в жизни. Они энергичные, сильные. И так далее. На умственной платформе качественная жизнь приходит в качество. Это не просто сила. То есть сила нужна человеку. Проническая концепция нужна. За телом тоже нужно следить. Где знакомятся люди на пронической концепции? Где они встречаются? На работе. Там как бы офисные такие, служебный романс, там офисные отношения такие. Там жизнь вся протекает. На работе. Там жизни, все остальное, нет жизни. Я, говорит, всю жизнь только работаю и работаю. Ну что за жизнь такая? Я даже забыла, что я женщина. Знаете, это концепция жизни. Ты думаешь, что работа – это жизнь, все остальное – это не жизнь. Ты так мыслишь просто. У тебя нет глубины, нет чистых каких-то глубоких вещей. Умственная концепция жизни. Умственная концепция жизни более высокая. Там же есть поэзия, есть театр, есть отношения, есть понимание характеров людей, есть глубина, понимание классики. Лермонтов там, Лев Толстой, Пушкин и так далее. Человек углубляется в этот мир. Он начинает глубже понимать все, что происходит. Умственная концепция. Где знакомиться? В театрах, в галереях, на балу. Не на дискотеке, это бал, это другое. Это уже люди такие собираются, они танцуют вальс, допустим. Не так. Это все вниз энергия идет. Вальс – это вверх. Ну то есть, понимаете, другая энергия совсем. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Пум-пум, пум-пум-пум-пум. Понимаете? И девушки выглядят на дискотеке. Как они выглядят? Они такие. А на балу они такие вытянутые, все такие красивые, такие вверх у них так все поднято. Ла-лам-парам-пам-пам. Более изящная жизнь. Чистое, светлое. Умственная платформа. Месяц свои блески по лугам рассыпал. Месяц, представляете? Блески рассыпал по лугам. Месяц рассыпал блески. Он живой. Стройные березки, стройные березки, что-то шепчут липам. Красиво? Так человек видит мир. Он у него жил, весь мир отжил. Больше счастья. Потому что поменялось сознание, восприятие мира. Знание наполнило человеческую жизнь. Его душа уже соединена не с телом, не с энергией, а с умом. В результате это другое измерение, умственное пространство. Человек начинает чувствовать настроение людей, мысли, понимает, кто его обманывает, кто нет. Когда человек на телесной платформе находится, он не понимает, кто его обманывает, кто нет. Потому что он тупой. Тупой означает не острый. То есть умственная платформа, острая умственная платформа. А тупой – телесная платформа. Я на этой стороне озера, а речки старше, а Павла на другой. Весло по башке дали, морда красная, все нормально. Вот, понимаете? Тупой. Но если человек утонченный, то он не такой сильный уже. Сила уходит в качество. То есть не такой сильный. Но он более проницательный, этот человек. Он может предвидеть ситуацию, но он не может побеждать судьбу. Где знакомятся люди на платформе разума? На лекциях, на фестивалях духовных, в храме. Платформа разума означает, что энергия сознания пошла в разум. Это особая структура психическая, которая дает особый тип энергии. То есть разум, он настраивает на какую-то волну человека. Если разум на телесной платформе – телесная волна. Если разум на духовной платформе – духовная волна. То есть какая волна, такая сила в тебя заходит, такая энергия в тебя заходит. Если энергия хорошая заходит, то ты начинаешь себя контролировать. На телесной платформе себя контролировать невозможно, потому что зачем? Я этого хочу, это значит, я свободный человек, что хочу, то и делаю. А люди на платформе разума говорят, ты не свободный человек, ты научись делать то, чего ты не хочешь, а что надо делать. Он говорит, что я хочу, то и надо. На телесной платформе не понимает. Он говорит, ну как это надо, допустим, ты бросил жену, что это надо, ты хочешь другой девушке, это не надо, это разрушило твою семью. Наверное, надо. Вот, понимаете, он тупит, у него нет любви. Бросил, бросил, что такое. Но жизнь устроена по-другому, Бог наказывает, хоть ты тупишь, хоть нет, бросил, будешь отвечать за это. Потому что у Бога душевная, духовная платформа, это самая высокая платформа, платформа совести, чистой жизни, светлой жизни. Цель человеческой жизни — любовь. Любовь, самая чистая и высокая любовь, означает любовь к Богу. Означает, что если человек правильную цель выбирает в жизни, он выходит на платформу разума, у него есть силы побеждать судьбу, у него есть силы воли, самоконтроль. Он улучшает свой характер, он становится проницательным, он видит, кто хороший, кто плохой. Он понимает, с кем можно дела делать, с кем нельзя. У него хорошее здоровье. Он питается пищей не просто, которая дает хорошее настроение. Он питается освященной пищей. Что значит освященная пища? Пища, соединенная с Богом. Она разрушает препятствия в жизни. Вот, допустим, пища, которая благостная, она что делает? Наполняет человека хорошим настроением. Яблочко съел, получил оптимизм. Грушу съел, получил концентрацию внимания. Апельсин съел, получил драйв. Способность работать, работоспособность повысилась. Тыкву съел, расслабило. Кабачок съел, расслабило. Картошку съел, еще больше расслабило. То есть человек регулирует свою жизнь с помощью пищи. Смотрит, что ему сейчас надо съесть, что завтра. Мясо он не ест такой человек. Почему? Потому что депресняк вызывает пищу. Зачем ему есть? Депресняк не нужен. Чеснок он тоже не ест, потому что он вызывает гордость. Пища в невежестве. Гордость, злобу. Говорят, чеснок же полезен, он вирусов убивает. Но есть много другой пищи, которая убивает вирусов. Например, иголки сосны. Они уже не невежественны, это продукт. Тоже убивают вирусов, но при этом характер не портится. Видите, разные платформы жизни есть. Чеснок есть фитоциды, допустим. Они нужны организму. Ну а чеснок делает человека гневливым, а лук похотливым. А допустим, та же самая специя асофитида, она вкус лука имеет. Но похотливым человек и не делает. Другой характер. Хотя помогает гормональным функциям работать в организме. Видите, сколько интересного можно узнать просто, когда ты на этой платформе находишься. Есть более высокая платформа. Когда человек ест пищу, которая освещена, то вот, допустим, его должны в тюрьму посадить. А вот сейчас я буду говорить вам вещи, которые вы все равно не поймете, если вы на этой платформе не находитесь. Его в тюрьму должны посадить, а он кушает пищу освещенную. И это отодвигается событие. Как оно отодвигается? Люди теряют. Вот понимаете, чтобы судьба на меня подействовала, люди должны чувствовать, что я плохой человек. Человек ест освещенную пищу, и вот это чувство, что он плохой, растворяется. Эта пища растворяет ощущение, что ты плохой. Теряется импульс тебя наказать. Ты поел освещенную пищу, импульс тебя наказать теряется. То есть нет сил, нежелания нет, ничего нет, не хочется. Вроде бы надо, но не хочется. И человек говорит, ну ладно, пусть живет пока на свободе ходит. Так действует освещенная пища. Пища, которая соприкасается с Богом, избавляет от страданий. Это и есть успех. Успех означает нестрадание. Какой еще может быть успех? Хорошо жить стало, счастливо, потому что питаешься освещенной пищей. Пища готовится с любовью. Такой человек уже в ресторан не ходит питаться, потому что он не знает, кто готовил. Там нет освещенной пищи. Там пища делается с желанием заработать. Ты кушаешь эту пищу, у тебя тоже желание денег. Желание денег – это желание, разрушающее жизнь. Почему? Ну потому что все хочется. Вот почему человек упахивается, как ишак работает? Почему много? Потому что много желаний. Вот если желаний не так много, то и нечего работать. Скажется, что жить тогда? Потому что есть более возвышенные вещи. Допустим, желание, допустим, купить машину, можно работать 10 лет. А желание, допустим, цветы подарить жене гораздо меньше. Понимаете? То есть желания бывают разные. Счастье означает желание, это факт. Но может быть счастливым. Из других желаний, ближе к душе желания, бесплатные все. Вот допустим, я желаю тебе счастья, вообще бесплатно. А если цветы дарить, уже что-то стоит. А если машину еще дороже. Квартиру еще дороже. Понимаете? И человек, когда у него более приземленные желания, он испытывает счастье от цветов, это более высокая, это умственная платформа. Жена говорит, мне не надо бриллианты, просто цветы подари мне. С любовью. С любовью. И тогда мне счастье придет. Это так и есть. А бриллианты не с любовью, кажется, что счастье, но не сильно. Причем счастье, мы же дорогие. Человек чувствует защиту, продам, буду жить. Ну, если не надо будет. Понимаете, я вам мутрирую все. Я не против бриллиантов, машин, квартир. Не против. Я говорю разницу. Человек, у которого возвышаются желания, ему легче становится жить, потому что меняется, трансформируются желания. Он счастье напрямую получается. Чем ниже концепция жизни, тем до счастья дольше идти. Вот, допустим, если у меня самая высокая концепция жизни, я люблю жену просто сердцем. А вот если у меня низкая концепция жизни, чтобы любить, надо как-то ее раздеть, куда-то завести, так ее уговорить, чтобы она согласилась на секс. Это столько все надо делать, это надо и там квартиру для этого условия. А так ты любишь просто сердцем человека, бесплатно. Любовь уже достигнута, все, ты получил любовь. У тебя хорошо, у тебя счастье, не надо слишком много работать для этого. Я утрирую все для того, чтобы вы поняли, что чем больше вот эта высокая концепция, тем больше успеха в жизни, потому что ты достигаешь всего легче, ты становишься более образован, у тебя сильная воля, у тебя хорошая концентрация внимания, ты выглядишь хорошо, потому что ты проницательный человек, добрый человек, у тебя хорошее настроение, у тебя правильно меняется статус в обществе, потому что человек становится более трудолюбивым, щедрым, добрым, его больше уважают, это больше успеха, ему меньше надо в жизни самому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!